И все-таки я поражаюсь тому, до какой же степени это конченая страна. Мне в комментариях многие, в основном, видимо, это представители секты Алеши Навального, продолжают утверждать, что нужно хоть что-то делать, и, конечно же, Алеша Навальный с его умным голосованием сейчас правильно делает. Ну, нужно же каким-то образом сместить единороссов, а как иначе это сделать? Итак, если кто-то до конца не понимает, перед выборами команда Алеши Навального укажет в каждом конкретном округе, за какого человека голосовать. При этом кандидаты там все очень сомнительные, большинство из них относятся либо к партии КПРФ, либо ЛДПР. Но об этом Алеша Навальный уже заранее сказал, дескать, хватит дискутировать об этих вопросах. Самое главное выбрать не единоросса, ну а уж из того, что будет, из того и будем, так сказать, выбирать. При этом самые яркие представители Алексея Навального, они прямо так и говорят, не нужно ни о чем думать, просто пойдите и поставьте галочку там, где вам скажет Алеша Навальный. Вот такие интересные двойные невыборы, я бы сказал. Мало того, что на этих выборах нет тех кандидатов, за кого хотели бы проголосовать люди, у них еще и нет выбора, так как им заранее укажут на нужную фамилию. Но давайте посмотрим, какой же тогда будет выбор, или за кого по команде Алеши Навального проголосуют люди. Просто два умопомрачительных примера. Например, в округе 37, где не допустили до выборов Елену Русакову из Яблока, там для умного голосования осталось три кандидата. Это коммунист Губенко, коммунист это, мягко сказать, он сталинист, человек, который обожает Сталина за все, что Сталин сделал, он за строгое наведение порядков и так далее. Дальше оказывается ССР Романович, который, по уверениям собственных коллег, слил список свободной России в угоду мэрии, и Жириновец Максимов. Выбирать, по всей видимости, Алеша Навальный укажет на Николая Губенко. Господа, вы все пойдете и дружненько проголосуйте за Сталиниста, даже если вас воротят от его слов, но раз Алеша Навальный вам скажет «Загубенко», то вы пойдете и проголосуете за Губенко. В другом округе выдвигается еще более интересный кандидат. Посмотрите на него. 25 лет. Леонид Зюганов. Это внук бессменного лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. 25 лет молодому человеку, но у него, конечно же, очень много опыта, и он многое что понял в этой жизни, он готов быть депутатом, он будет разруливать ваши проблемы. Просто поразительно, как такое умудряются протолкнуть, и я уверен. Вот давайте напомните мне после выборов, чтобы я обязательно сделал еще ролик на эту тему. Алеша Навальный укажет на Ленчика Зюганова, и вы его туда протолкнете. Этот самый наглый молодой человек, конечно же, за справедливость, равенство, вот как посмотрите, они научат богатых делиться. Следовало бы, конечно, начать с собственного деда, который имеет в год около 7 миллионов рублей дохода, и даже по официальным данным, 4 большие квартиры в городе Москве, площадь каждой из них больше 120 квадратных метров. Ну и еще одна небольшая инсайдерская информация, конечно же, это чистые воды слухи, просто слухи чистые воды, не верьте в то, что вы сейчас услышите. Поговаривают, что в одной из этих квартир находится очень известный в Москве бордель, где можно снять элитную проститутку. Один час там стоит от 40 до 100 тысяч рублей один час. И там тусуются очень крутые ребята. Вот это наличие четырех квартир в Москве Зюганова уже давно подтверждается многочисленными свидетельствами о том, что не во всех этих квартирах проживает сам Зюганов и его семья. Некоторые квартиры как раз таки и используются для бизнеса, для внучка. Ну, потому что, понимаете, официально существующий бордель по такой цене, конечно, дает возможность молодому человеку смело смотреть в будущее. Как говорят те, кто уже разочаровались в Зюганове, он пытается переломить стереотип о том, что когда-то в Советском Союзе говорили на телемосте, помните, между Познером и американцами о том, что, дескать, в Советском Союзе секса нет. Так вот, Геннадий Зюганов решил доказать обратное. И своего внука благословил на столь замечательный бизнес. И вот 25-летний повеса Ленчик Зюганов будет указан в списке Навального для того, чтобы вы ему помогли попасть в депутаты, чтобы начал парнишка официально зарабатывать, ну и продвигать законы, на которые ему укажут. Точно так же, как это делал дедушка. Нет проблем. Вам повесят лапшу на то, что это умное голосование. И вы, конечно же, как и все сектанты, особо не задумываясь о последствиях, о том, зачем это делается, пойдете и поголосуете по указке. Ну, нужно же что-то делать, как мне говорят. Правильно по этому вопросу высказался господин Вишневский из Яблока. В этом умном, безумном голосовании воплотился закон Мерфи. Он звучит следующим образом. Любая сложная задача имеет простое, легкое для понимания неправильное решение. Так что, если вам говорят, что какую-то сложную задачу, такую, как переход власти в путинском фашистском режиме, достаточно легко можно решить, лишь пойти и проголосовать по указке, то вспомните закон Мерфи. Простое доступное решение, как правило, оказывается ложным.